В результате нанесения противникам ракетно-бомбового удара по Нижникамскнефтехиму были разрушены емкости с аварийно-химически опасными веществами. Из-за разрушения емкости в окружающую среду выброшено окиси тилена 10 тонн, аммиака 25 тонн и хлора 5 тонн. В связи со случившимся на предприятии был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Такова была легенда проведения тактики специального учения с силами постоянной готовности и аварийно-технической команды номер 2 Республики Татарстан на базе пожарно-спасательной части номер 33. В соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации ЧАЭС, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, первый заместитель генерального директора, главный инженер Нижникамскнефтехима Эрик Аглямов возглавил работу по ликвидации ЧАЭС. На вас возложена высокая честь и ответственность, что вы являетесь второй командой в Республике. Ну, конечно, будем надеяться, что наши навыки, наше мастерство никогда не пригодятся, но все равно надо быть по всему готовыми. Группы извинений аварийно-технической команды осуществили практические действия по ликвидации разлива аварийно-химически опасных веществ, розыску и излечению пораженных из ЧАЭС разлива опасных веществ, оказанию первой помощи и эвакуации в лечебные учреждения, разбору завалов и поиску пострадавших. Отработали на хорошо. Видно, большая проделанная работа, то, что все эти группы занимаются, уделяют большое внимание этим занятиям. Вот, все было, видно, что у них действия все отточены. Каждый этап сегодняшних учений это показал. Все звенья отработали, я считаю, очень слаженно и, значит, не было никаких замечаний. Начальник управления по делам гражданской обороны по чрезвычайным ситуациям, начальник штаба ГОЧС Вадим Савин, также подчеркнул особую важность подобного рода мероприятий. Все это проводилось в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне. Здесь мы должны быть готовы, то есть наши подразделения должны быть готовы к ликвидации, локализации чрезвычайных ситуаций. Такие данные тренировки проводятся, можно сказать, постоянно, учения ежегодно, то есть персонал готовится и выполняет поставленные задачи. Целью подобных мероприятий является отработка вопросов слаженности и готовности территориальной аварийно-технической команды Республики Татарстан к практическому выполнению задач в условиях чрезвычайной ситуации.